Добрый день, друзья! Вы находитесь на канале у Тони Лао Ши и сегодня вас приветствует информационная служба канала Тони Лао Ши. Да, сегодня, друзья, у нас экспериментальная версия, новостная. Итак, друзья, готовьтесь, новости из Китая. Первая новость, новость красоты. Полиция провинция Диан Цун на востоке Китая арестовала 34 человека, подозреваемых в производстве и продаже поддельных уколов красоты. Подозреваемые были арестованы в городе Джэн Тянг в рамках двух специальных операций с изъятием контрафактной продукции и сырья на сумму более 38 миллионов юаней, что соответствует примерно 6 миллионам долларов. Продукция включала в себя около 3000 поддельных инъекций ботокса и один с половиной тысяч поддельных уколов гуалуроновой кислоты, сжигающей жир, инъекции и прочих субстанций. Поддельные уколы ботокса в производстве стоили 50 юаней. Самое интересное, что продавали их в 40 раз дороже. Ребят, можете посчитать 50 юаней, закупка и в 40 раз дороже. 50 юаней это в районе 500 рублей. По словам полицейских, использование поддельных медикаментов чревато плачевными последствиями для пациента. Расследование продолжается. Самое забавное, что ранее тоже агентство сообщало, что недобросовестный китайский чиновник продавал поддельное лекарство от СПИДа, за что понес, конечно, наказание. К другим новостям. В Китае археологи нашли наскальные рисунки возрастом 12 тысяч лет. Китайские археологи обнаружили наскалах рисунки древних людей. Возраст изображения составляет 12 тысяч лет. Местом обнаружения является провинция Хэйлунгчян. Это что на границе с Россией в самой северной части Китая. Данная местность была охотничьей в эпоху палеолита. На рисунках можно взглядеть изображение трех мамонтов. Интересная новость. Рыбак поймал рыбу с необычной головой. Говорят, что эта голова похожа на голову какого-то, знаете, голубя, говорят на дельфина и так далее. Давайте посмотрим. Китайский рыбак заснял на видео свой необычный улов. Естественно, он занерзал прохожих. На опубликованных кадрах видно, как на земле лежит странная крупная рыба с головой то ли голубя, то ли кого. Ошламленные зрители начали фотографировать редкое существование смартфона, пока оно задыхалось без воды. Да, друзья. Судя по форме тела животного, китаец выловил белого амура, это пресноводная рыба семейства карповых. Однако точно узнать о происхождении мутанта уже, конечно, не получится, так как мужчина пожалел рыбу и просто взял ее и выпустил. Конечно, молодец. В мае 2018 года китаец унес на плече с местного пляжа умирающего дельфина, который выбрестался на берег. Мужчина погрузил животное в автомобиль, а затем уехал в неизвестном направлении. Его ждет наказание от властей, так как в Китае дельфины охраняются законом. Новости коррупции. Бывший высокопоставленный законодатель провинции Хэбэй на севере Китая предстал перед судом за взяточничество, сообщили во втором промежуточном народном суде города центрального подчинения Тяньцинг. Занимая пост зампредседателя постоянного комитета собрания народных представителей провинции Хэбэй, пользуясь выгодами от своего статуса, незаконно получил материальную прибыль в период с 2008 по 2016 года, утверждает прокуратура. Сумма полученных им взяток, обратите внимание, превысила 206 миллионов юаней, что соответствует примерно 32 миллионам долларов. В своем заключительном слове чиновник выразил свое глубочайшее раскаяние. Приговор будет озвучен позже. Напомним, что Китай продолжает борьбу с коррупцией. Иногда непонятные доходы чиновников обнаруживаются совершенно случайно, например, в случае кражи или ограбления, как это было с бывшим главой транспортного департамента китайской провинции, когда его ограбили на приличную сумму, а потом спросили, откуда у тебя эти деньги. После снижения курса рубля по отношению к юаню в Забайкальском крае наблюдается значительное увеличение туристического потока из Китая. Но и жители Забайкаля, где средняя зарплата составляет немногим более 35 тысяч рублей, после падения рубля могут позволить себе в основном лишь отдых в Поднебесной, то есть в Китае. За 2017 год туристические организации Забайкальского края приняли на своей территории примерно 21 тысячу иностранных граждан. Наибольшей популярностью край пользовался у граждан Китая. Стоит отметить, что это далеко не все туристы из Поднебесной, побывавшие за год в Забайкалье. Значительная часть из них приезжает в регион, воспользовавшись услугами китайских туроператоров. Для этого они выкупают земли и строят на берегах Байкала собственные гостиницы, а экскурсии для групп проводят граждане Китая, не русские. Не секрет, что и сувениры, которыми торгуют в оживленных туристических местах, тоже китайские. Напоминаю, что в Забайкальском крае у туристов из Китая особой популярностью пользуется шоппинг-туризм, но в регионе есть и эксклюзивные предложения, в числе которых и красный туризм. Эх, прокачу! Полицейский перенес пожилого пешехода через дорогу. Пенсионер из города, Мьянь-Ян, китайской провинции Сычуан, я там жил два года, прокатился на спине полицейского. Таким образом, блюститель порядка смог восстановить нарушенную ритмичность движения на одной из центральных улиц. Вот молодец, да? Президент России Владимир Владимирович Путин завершил трехдневный визит в КНР, в КНР, который включал в себя насыщенные двусторонние переговоры и участие в саммите ШОС, и так далее и тому подобное. В Китае назвали этот визит абсолютный Чанггон-успех. В рамках визита было подписано очень большое всевозможных договоров на огромные суммы денег, и Владимир Путин, в свою очередь, также не раз подчеркивал исключительный характер отношений двух стран, который нашел отражение не только в формальной части переговоров, но и в неформальной его части. Уже в конце визита, общаясь с журналистами, Владимир Путин поблагодарил китайскую сторону за организацию визита и саммит ШОС. И это, конечно, все прошло очень продуктивно, результативно, как говорит Владимир Владимирович. Но, вы знаете, вот когда он приезжал в Сычуан, в город Чангду, где я жил два года, и вот сейчас он приезжает сюда, в Пекин, там, это все, конечно, очень здорово, хорошо. Вы знаете, вот когда он приезжал тогда, в прошлый раз, мне вот хотелось бы так вот искренне спросить его, Владимир Владимирович, ну, посмотрите вокруг, ну, просто посмотрите, остановитесь, я знаю, у вас много дел, ну, просто посмотрите вокруг, не обидно вам за нашу страну, а? Походите, погуляйте просто вокруг, не обидно, что у нас там происходит? Ну, к этой новости стоит, друзья, добавить, что китайцы исключительно хорошо относятся к Владимиру Путину, и когда, спрашивая тебя на вопрос, откуда ты приехал, узнают, что «О, Россия! О, Путин, Путин, Путин!» Владимир Путин, все они его очень уважают, очень сильный, все сразу же говорят, какая у него физическая форма, какой он классный мужик и так далее, сильный у вас лидер, лучший лидер. Все, друзья, на этой интересной ноте я заканчиваю сегодняшний новостной выпуск, спасибо вам за просмотр, до следующего раза, пишите ваши комментарии, как вам зашел, не зашел этот выпуск, ждите следующего ролика, все, друзья, у вас есть всякий день, до следующего дня, до всех, до всех! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok